Миф бытует о том, что отбеливание, оно вредное. Оно вредное, если оно неграмотно подобрано. Там химическое отбеливание, фотоотбеливание, лазерное отбеливание, это в клинике делается. Или домашнее отбеливание. То есть к врачу можно прийти и сказать, вот, не знаю, я хочу дома отбелить зубы, посоветуйте мне. Пломбы, коронки, виниры, накладки, они не отбеливаются. Как правило, отбеливаются только собственные зубы. Здравствуйте, меня зовут Евгения Бойцова, я практикующий врач-стоматолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Остовита. Это косметическая процедура. То есть оно к здоровью не имеет никакого отношения. Это чисто, если хотим, отбеливание меняет цвет, то есть убирает дисколорит зубов. Есть много разных видов отбеливания. Это домашнее, то, что дома паста вот эти отбеливающие. И специальные там гели, капы. И клиническое отбеливание, кабинетное отбеливание. То, что делает врач. Вообще, вот, собрались отбелить зубы, сходите на консультацию к стоматологу. Пусть он в вашем случае подберет необходимое химическое отбеливание, фотоотбеливание, лазерное отбеливание. Это в клинике делается. Или домашнее отбеливание. То есть к врачу можно прийти и сказать, вот, я хочу дома отбелить зубы, посоветуйте мне. Перед отбеливанием, да, миф бытует о том, что отбеливание, оно вредное. Оно вредное, если оно неграмотно подобрано. Если его неграмотно делали, пошел торговый центр, и какая-то девочка, непонятно имеющая ли медицинское образование, отбелила нам зубы. А потом у нас жесткая чувствительность, холодная, горячая, и приходит ко мне пациент с жалобами на чувствительность. На холодная, горячая, у него трещина, тонкая эмаль, и тогда мы уже вынуждены проводить раминеризующую терапию. В общем, перед отбеливанием необходимо подойти к врачу, и чтобы, если там есть карисы на передней поверхности зубов, то их надо вылечить. Потому что на карис агрессивный гель мы спровоцируем еще большее развитие нарушения твердых тканей. Важно, что пломбы, коронки, виниры, накладки, они не отбеливаются. Как правило, отбеливаются только собственные зубы. Поэтому, если мы хотим, не знаю, сделать виниры или коронки, сначала отбеливаем зубы в цветовом цвете, чтобы было, а потом делаем коронки. Для того, чтобы отбеливание было безопасным, проводится еще раминеризующая терапия, ремтерапия. То есть питание эмали мы параллельно отбеливаем. То есть отбеливание – это окисление пигмента в тканях. Процесс окисления происходит. И тут же нужно их напитать. И это вот такой параллельный процесс. Сначала питают две недели эмали специальными пастами, гелями. А потом, если пациент выбирает, допустим, домашнее отбеливание, вот мы подбираем, ему говорят, какая фирма. Можно сделать капы прозрачные, такие, может быть, видели. И в них наливается гель, и пациент дома отбеливает до того цвета, тона, который ему нужно. А можно купить сразу стандартные капы. Но, опять же, тут лучше прийти к врачу, чтобы он подобрал, показал, как одевать эти капы. Параллельно используем раминеризующий гель, то есть питаем эмаль. И тем самым эффект отбеливания будет долговечный и не будет вредный. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»